всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот и как видите у меня на столе сегодня ничего нету это как бы мне сказать такая предварительная заставка перед определенным фильмом мне тут как-то в одном из видео люди как бы задали такой вопрос типа покажи вот как бы вот не просто как ты гриб уловишь одну за другую там видео то есть одни вываживания рыб грит как бы мы грим понимаем что это конечно это но гриб надоело это все смотреть и было бы интересно посмотреть как вы там готовите себе пищу как бы сказать на рыбалке в полевых вот этих рыболов рыбацких условиях как обустраиваете свой быт там на ночлег как вот это все происходит и в принципе в двух фильмах как бы про рыбалки я как бы это все снял но не стал вставлять это все в одну рыбалку да как бы сказать разделил то есть и вот сейчас вот я как бы вот покажу как мы занимаемся вот именно при готовлении пищи вот это вот как раз будет вот из той рыбалки делать видео названа супер рыбалка смотреть всем до конца бешеная там атака линкова то есть это вот как раз есть из той рыбалки будет как бы вырезан вот этот контент с приготовлением пищи как бы сказать для дальнейшего нашего скажем так время проведения на рыбалке да и соответственно это уже будет в темноте но я так посмотрел фонарики там наши китайские вполне справлялись с освещением на думаю будет всем интересно вот давайте посмотрим фильм что из этого получилось ну вот у нас сегодня с андрюхой закончилась рыбалка но как закончилась мы примкнули на ночлег сегодня мы жарим рыбу просто по простому буду говорить это как-то там называется по-удогейские там пауручевский или пананайский просто там зарим рыбу жарим мы таймешонка получилось так что вот мы вы на видео все видели да что мы сегодня выпустили очень много таймешат получилось так что один таймешонок заглотил жабры жаберные крышки короче воблер и мы не смогли его вытащить не повредил жабры то есть таймешонок был не жилец и получается таймешонка нам пришлось взять на еду для себя и вот мы жарим свеженького таймешонка секрета никакого нет нужно его просто сначала подсказить чтобы он полежал подсоленный потом муку добавить соли и до золотистой корочки все это дело зашпилить вот мы будем следующее наше блюдо готовить это потрохи из горной рыбы и лососевых вот мы почистили видно у нас здесь есть икра икру мы солить ничего не будем есть у нас молоки что у нас есть есть у нас печень вот печень рыбы вот какая печень хорошая желчь мы удалили и вот самое что интересно есть у нас желудки видите желудки рыбы почищены вымыты все это все засолено сейчас мы будем делать потрошки можно сказать так по дальновосточному да андрей потому что сколько рыбаков я знаю многие не знают как вот ну удивляется ну ладно там печень поджарить там молоки но когда говоришь что делаешь желудки как бы сказать многие ну как бы сказать удивляется как это так желудки я скажу жареные желудки вот и допустим из линка их поджарить это по вкусу вкуснее чем свежий кальмар вот я честно скажу вкуснее чем кальмар вот сейчас мы это все будем все приготовлю вот сейчас мы поменяли масло маслица сейчас у нас прогреется потому что у нас получается в потрошках все равно есть вода когда подсаливалась сейчас когда мы будем выливать будет это все шкварчать брызгать от этого как бы нужно будет держаться чуть-чуть подальше высыпаем потрошки в принципе вообще-то это можно отдельно и в муке все поджарить молоки делаются тоже в муке и их тоже готовить надо хитро вот они в этот раз и не про это можно это все делать как большую лепешечку вот она зашкварчала все мы высыпали и сейчас все это будет нагреваться равномерно распределяться и тут главный такой нюанс выдержать определенную температуру и не пережарить потому что молоки могут высохнуть да и будут делаться как резиновые также как и желудки будут как резиновые и все остальное от этого нужно соблюсти определенный температурный режим и сейчас мы будем это дело все готовить скажем так наши ассорти наше блюдо по дальновосточному подходит к своему финалу видите все уже зарумянилось вот один бок икры уже такой румяненький дальше пережаривать нельзя потому что икра уже станет жесткая и уже как бы сказать не раскусить как горох сушеный будет печень уже вся в масле прожарилась желудочки у нас как кальмарчики молоки у нас самые четкие то есть можно уже в принципе начинать употреблять все это дело сейчас мы выключаем нашу плитку отстегиваем баллон остужаем и будем все это дело употреблять вот такое блюдо потрошков ассорти по дальневосточному да андрюш ну да вот вкусно обязательно рекомендую каждому рыболову попробовать вот это вот а таймешонка не доели смотри да тут еще таймешонка есть и есть с этого таймешонку шататься еще можно еще укус варить ну мы все используем рационально и что у нас не пропадет остатки у нас идут на корм мелким зверькам норкам соболям мышкам скажем так всем возможным там хомякам барсукам соответственно что выкинем в воду соответственно гальяны пескари все это съедят алину кариус таймин съесть их уже обожратых главное всех накормить правильно вот сейчас мы сольем все масло или либо это все выложим сейчас мы это все аккуратненько выложим тарелочку безо всякого масла чтобы это все у нас остужалась я думаю как-нибудь следующий раз мы покажем как делать отдельно большую печень до отдельно как делать молоки на андрюш об она вот у нас молоки ленка это просто бомба я дегустирую как повар кусочек икры она мягенько все прожевывается готов просто то это печенюшка печенюшка зажаристая золотистого цвета а внутри смотрите она мягенькая мягенько сверху покрыта золотой корочки внутри она прям мягкая хоть паштет из нее можно намазать да да конечно неповторимый вкус ну и конечно конечно желудочки смотрите какие они мягкие видите разрываю руками спокойно видите волокно какое у желудка блин да это позже эмоции у меня просто нету слов кальмар с крабом просто там где-то там отдыхают отдыхают внизу их пищевой пирамиды желудок уважаемые обязательно рекомендую желудки ленка ленка с горной речки с горной речки именно в горах можно снять видео видите у нас то стоит наш корабль стоит наш мотор а вот здесь вот она течет прям горная речка специально чистой воды можно водичку зачерпнуть попить вот желудок показываю вот он мягкий он реально офигенен он просто офигенен дайте мне еще желудка смотрите или какой он мягенький как он рвется смотрите он сочный с прожилками жира осеннего горного ленка который нагулял ганду ну нафиг это обязательно рекомендую конечно это у нас сюда к нам приехать приезжайте в гости я думаю мы вас обязательно угостим такими вкусняшками жирными вот думаю вам понравилось это видео мы сейчас вот только что посмотрели человек который просил подобное снять я думаю просьбу я удовлетворил ну вот всем кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал делитесь видео друзьями но я должен как всегда в конце сказать всем до свидания уважаемые до новых встреч